всем привет это токарный станок торс rs18 я его приобрел в том году привез из набереж челнов вот он обошелся мне по цене металлолома вместе со всей доставкой сюда с кранами тут с манипуляторами в общем не вышел 45000 странно но не странно смысле дешево я считаю что очень дешево но у него был загоревший движок перемотали 5000 отдал за это вот подшипники все нормально было в общем обошлось 50 получается а там еще и опускатели поменял советский все это выкинул вот я снялась в насос подачи саша считаю что он не нужен бутылка и достаточно поливай все равно стоишь возле детали никуда не уйдешь ты от него не бросишь вот что хочу сказать тут по поводу такой фишки как смазывать доводницы на штанинах там на бабки на этой подачи как быстро и дешево вот покупайте в алиэкспресс такую штучку вот вот так вот нажимаете сюда шарик все прокачивайте то есть вот здесь вот спокойно все заходит если шарик нажимается если шарик может быть побитой тут были побитой но я немножко так их маршевелил видимо мелкая такая стружечка там забилось да вообще все было тут замазана под краской и я это позже только обнаружил и понял спера думал как будет эту разбирать потому что она крутилась жестко двумя руками надо было крутить я пытался здесь регулировать ее ничего не вышло в общем потом расковырял краску смотрю там эти штуки смазал так вот они вот находится вот раз-два также зеркально со стороны 24 потом три здесь на бабки раз и открутил смотрю там еще одна на бабки 2 здесь и получается 2 здесь одна ну и все как бы он поехал вот я еще как бы не полностью полностью не разобрался с этим станком так как я не токарь а любитель у меня был когда-то кусон но у нее штанина убитая была там вал до точишь надо было перевод поворачивать я замучился в общем он тем более у нее он обрабатывал двухметровый то есть он три с половиной метра был двухметровый мог это детали обрабатывать его деду продал хороший дед был бы сказал что его все равно пушить починю а мне как бы у нее там передачи в общем все это не ровно втыкалась и была уж вылетала и коробка видимо износился я его также купил по цене металл чуть поработал и в общем продал здесь наверно знаете как масло менять доливать вот пробочка вот окошечко это у меня кошечка мутная я резиночка поменял на всех они подходят от всяких там сантехник либо можно вырезать из камеры откручивайте включаете масло насос вы сможете подачу желательно открыть крышечку еще посмотреть там трубочки латунные они как бы просверлены но с отверстиями и они поливают на шестереночки вот тоже надо будет смотреть куда именно поливает у меня одна трубочка была разболтана или уже висела то есть вот вот и она бы грохнулась бы там ее заживала бы так здесь получается тоже со стороны пробочка окошечко все заливается все было пусто какой-то был гудрон но я гудрон слил и велосип сверху залил но хочу открыть их летом будет время открою хочу все смыть здесь тоже хочу все смыть и уже велосип залить либо а и 20 велосип под заказ он только в питере есть у нас в уфе его нет вот я еще полностью не разобрался не понимаю чуть такое то видим подкачка масло видим что надо так делать либо это при перед подключение надо будет потянуть и перед включить станок практически достался даром вот я доволен штанина здесь все ровненько все хорошо мне нравится вот патрончик поменять бы желательно вот на такой только это у нас сто шестьдесят на 250 это у нас будет этот труборез типа но это китайский патрон трубореза пойдет почему такой потому что не только трубу будет круглую ну и прям прямоугольные трубы будет тоже обрабатывать этот станок недавно у меня тут случился казус что-то перестала на масс насос работать да и вообще я начал подачу включать что-то выбивать началось это шум и какие-то вентилятор включаю метан на движке вентилятор еще установлен работает думаю что такое потом понял что вентилятор оказать однофазный вот массе насосы двигатель основной привод он трехфазный мне кажется фаза 1 сломалась проводок внутри обгорел видим плохо затянула и в итоге масс насос разобрать успел ну ладно я починил ну смысле его протертом ревизию общем сделал посмотрел как все работает на шестеренках он масло гоняет по тонким трубкам поэтому желательно свое масло заливать сюда потому что тут трубочки очень тонкие прокачивать ему тяжело вот масло велосид 7 он жидкий очень но и подходит сюда вот ну в общем после того как смазала и все эти доводницы вот у меня он поехал общем крутится стал от руки легко прям одним пальцем все хорошо я доволен станком всем спасибо если что подскажите